Каждое движение передает атмосферу страсти и большой любви. В этом и заключалась задача исполнителей. Но добиться результата было непросто. Многочисленные тренировки, отточенные движения и максимум артистизма. Все это требует от танцоров упорства и трудолюбия. Да, уверенность в себе, несомненно, появляется, потому что ты в этот момент не чувствуешь, как на тебя люди смотрят. Ты просто уходишь в танец, и ты просто взлетаешь. И как будто нет никаких границ, нет физических препятствий. Танцевальную студию Айнура основала пару месяцев назад. Трижды в неделю сюда приходят люди такие же, как она. Занятия проводят безвозмездно. Двери открыты и для здоровых. Ведь главная задача проекта – создание тандема. Но пока роль партнера выполняет лишь Артур. Складывается такой специалиотип, что партнеры, пацаны, они, по идее, танцевать не должны. Они должны заниматься всем, чем угодно, но только не танцами. Мы, собственно, больше внимания уделяем физухе и развитию пластики нашего тела. То есть для того, чтобы у человека была не просто ровная спина, а хорошее самочувствие. Аккуратно возьму вас за ушки, вот так. И вы должны мне довериться и расслабить шею. Каждая тренировка начинается с разминки. Тренер массирует тело. Танцы подбирают каждой участнице в зависимости от ее физических возможностей и диагноза. Ситуация еще усложняется тем, что человек на коляске, он на разном уровне вместе с тобой, то есть прямо ходячим. Соответственно, это уже дополнительная техника, время для того, чтобы станцеваться. К тому же танец – это такая вещь, в которой нужно время для того, чтобы люди привыкли друг к другу. В принципе, как в отношениях. Мы не можем просто физически взять и на волейбольных, баскетбольных колясках станцевать бальную полиографию. Неадаптированные коляски – дополнительная сложность на тренировках. Танцевальные коляски – дорогое удовольствие. Стоят от двух до шести тысяч долларов. Здоровье – это коляска. Потому что именно на тех ресурсах, что сейчас у нас есть, мы, к сожалению, далеко не уедем. Очень скованы в том, чтобы поставить правильный танец. Мы можем остаться на уровне самодеятельности. Если мы хотим поставить цель представлять страну, профессионально представлять страну на соревнованиях по спортивным бальным танцам, нам, конечно, нужны именно спортивные бальные коляски. Несмотря на все трудности и довольно короткий срок работы студии, участницы уже побывали в Санкт-Петербурге. Там они посетили международный мастер-класс. Когда осваиваешь определенную технику танца, то уже начинаешь испытывать себя. А на что ты еще способен? Раньше в детстве я смотрела на спортивные танцы и думала, как это замечательно, какие замечательные танцоры. А мне ведь это не дано. Но оказывается, танцами можно заниматься, несмотря на твою инвалидность, род занятий и так далее. Необходимо просто серьезное отношение к танцам. С наступлением зимы число посетителей особенной танцевальной студии сократилось. По словам тренеров, в холода танцорам на колясках добираться сюда сложнее. Так что теперь все с нетерпением ждут весну. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Джизгуля Гембердиева, Давран Игорь Мбердиев, Самат Алышбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Сегодня молния и грозная, в трамбе, на пустой, в трамбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова